Здравствуйте, уважаемые слушатели! Сегодня мы посвящаем нашу тему событиям в Оше, вот тем трагическим событиям, которые были пять лет назад. И тема будет звучать как уроки для Казахстана из того этнического конфликта, который произошел в Оше. Сегодня нашими гостями в студии является Толганайм Беталиева, это Центрально-Азианский фонд развития, и Данил Бектурганов, это гражданская экспертиза. Итак, первый вопрос, который я задам экспертам, вот те события, которые начались 10 июня, им предшествовала апрельская революция. К Кыргызстан, тогда власть Бакиева ушла, и приходит временное правительство. Насколько вот власть, слабость временного правительства действительно была, это правительство очень слабым на именно юге Кыргызстана? На тот момент действительно она была слабая не только на юге, она была и в стране очень слабая, потому что они только сформировались, абсолютно не было понятно, что они вообще думают, как они будут дальше делать. А на юге ситуация была очень сложной. И руководить, управлять ситуацией на юге, тем более, когда юг считался Бакиевским, и там были его, скажем, позиции более сильны, учитывая ряд социально-экономических проблем и проблемы, которые остались еще, скажем, в тех 90-х годах нерешенными, конечно, они вкупе сыграли свою роль. Когда такая, скажем, центральная власть очень слабая, очень часто бывают региональные игроки, включаются в игру. И я думаю, что как раз это мы и наблюдали. Ну, в принципе, все отчеты международных организаций показали, что именно слабость власти привела к таким вот очень кровавым, да, событиям, ну, что наша ситуация очень сильно, ну, скажем, радикализировалась очень быстро, вот, очень много людей погибло. Вот, если бы власть сыграла бы, ну, скажем так, в тот момент включилась бы очень быстро, как, скажем, в Казахстане это часто происходит, то, возможно, ситуация не обрела бы такой характер, да, то есть территориальное расширение прошло очень быстро. Мы видели, что из Оша он быстро распространился на рядом стоящей территории. Поэтому я думаю, что вот как раз-то и слабость вот этой власти показала, что очень быстро конфликт разошелся территориально и еще больше радикализировался. И откуда-то появились там военные оружия, да, это тоже показатель слабости власти, что не контролирует, ну, скажем так, использование боевой техники, да, вот в таком ключе. Данила, вот вы часто бывали в Оше, Джалабаде. Насколько действительно власть была слабой и насколько местные игроки пытались вот разыграть какую-то свою карту? Здесь, наверное, нужно начать с 2005 года. В 2005 году перед первой революцией киргизской мне повезло, я был в Джалабаде на выборах как раз, наблюдателем от международной организации Election Democracy. И как раз я был на том самом округе, где баллотировался тогда кандидатом Бакиев, Курманбек, и его как раз-таки оппонентом был на этом округе тот самый Кубатыров, который, собственно говоря, вот послужил где-то локомотивом, да, человеком в нужном месте, в нужное время оказавшимся, и который за это получил заочно пожизненное заключение, и который за это сейчас живет в Швеции, вот, и как бы все знают эту историю. И я был, я видел ту кампанию 2005 года, я видел, как ее вел Бакиев, я видел, как ее вел Батыров, и я могу четко сказать, что и тот, и другой особо щепетильностью и приверженностью демократическим каким-то процедурам, нормам и подходам не отличались. Много было нарушений? Нарушений было колоссальное количество с обоих сторон, и с той стороны, и с другой стороны, и тут надо понимать, что вот именно причина, наверное, то, что власть слаба, власть малолегитимна, и они не нашли ничего умнее, чем выставить каким-то оппонентам Бакиевскому режиму и Бакиеву лично, да, саму того Батырова, с кем он, скажем так, соперничал пять лет назад. Может быть, не было других каких-то кандидатур, не было какого-то подготовленного плана, не было подготовленных людей, что послужило, да, что пришлось работать с Батыровым, Батыров поступил так, как он мог поступить. Вообще, юг, он очень криминальный в Киргизии, есть и Джалабад, и Ош, и Баткен, и, честно говоря, авторитет всех местных, скажем так, цирков, да, каких-то там, он такой полуфеодальный, он зависит от количества, сколько он может выставить людей, там, родственников, бойцов и прочее, да, сколько он денег может поднять своими семейными клановыми силами, с кем-то скопировавшись, да. То есть, это, по большому счету, вот поменяли Бакиева на Батырова, да, вот с точки зрения, ну, какого-то, может быть, технологического, политехнологического какого-то процесса, то есть, никто его не заставлял идти и сжечь родовое селение, да, там, дома Бакиева в Таиике, да, и никто не заставлял его этим заниматься. Он пошел это сделал, собственно говоря, с этого началось. Потом киргизы в отместку сожгли в Джаалабаде киргизско-узбекский университет, ну, там, в принципе, небольшое здание, но оно сгорело полностью все, да. Потом вот это вот началось, 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 оно начало накручиваться, 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 криминальные авторитеты из той и с другой стороны стали заходить туда, ища свои собственные какие-то профиты, и в результате все это вылилось в дикую резню, да, которая до сих пор непонятно, насколько людей там погибло, да, то есть по каким-то данным, там, 480, по каким-то больше, около тысячи, да, 900 с чем-то. То есть это до сих пор как бы не какая-то такая цифра неустановленная. И вот и слабость власти здесь, как вы говорите, играет огромную роль она играет. Сейчас давайте мы посмотрим сюжет, который мы сделали с Иваром Дали, это представитель Норресного Хельсского комитета, который был непосредственно в Оше в этот период. Я приехал вот чуть позже того, как самое ужасное время уже прошло, это было с 10 до 13 примерно июня 2010 года. Тогда уже началось время, когда такие называемые зачистки произошли. И, конечно, вся ситуация была просто ужасная. Самая большая роль для, особенно для узбекского населения, играло то, что они не смогли себя чувствовать в безопасности, или защищены от толпы, когда все это произошло. Потому что многие из них, они строили баррикады в Махалях. И факт, что государственные силы помогли толпе убрать эти баррикады, и потом понятно, какой результат. Всем понятно, что сегодня сидят очень много людей, которые на самом деле не виновны, или хотя бы которые не дали нормальные судебные процедуры. Многие из них питали, издавались над ними. Я понимаю, что это для нынешнего правительства очень чувствительная тема, но все равно международному обществу, хотя, по крайней мере, понятно, что многие из тех, которые сегодня сидят, они не должны сидеть. Можно сказать, что в начале вот эта слабость власти, с одной стороны, с другой стороны, необходимость демократических преобразований усугубила ситуацию? Роза Тумбаева просто, наверное, не могла иметь какие-то рычаги, чтобы влиять на эту ситуацию. Вы знаете, я бы, конечно, не согласилась по поводу демократических процедур. Потому что я не думаю, что демократические процедуры могут привести к радикальным каким-то вещам. Если бы действительно это было демократично, если бы это не просто показывало, что это демократия, тогда бы, конечно, вряд ли бы конфликт произошел бы вот в таком русле. Я думаю, что когда временное правительство, скажем, было сформировано, до этого была власть пять лет практически у Бакеева, когда были сформированы такая клановая структура, семейно-клановая структура. И, соответственно, на юге Кыргызстана совершенно другие процессы развернулись, где те люди, которые в Бишкеке, скажем, составляли оппозицию, они мало, на мой взгляд, судя по их действиям, мало имели представления, что же происходит на самом деле в уши. То есть основная борьба временного правительства шла в Бишкеке за власть, за какие-то политические ресурсы. А здесь ситуация разворачивалась совершенно в другом ракурсе. И, конечно, когда они пришли к власти, Бакиеву, естественно, нужны были определенные, скажем так, ситуации, события для того, чтобы показать, что временная правительство не справляется, и нужно было, скажем, отвлечь внимание, да, ну, скажем так. Вот. И, возможно, и я думаю, что именно вот эта вот нехватка, дефицит, скажем, ресурсов, экономических ресурсов, который всегда был, да, на юге Кыргызстана, социально-экономическая ситуация очень тяжелая. Она еще больше усугублялась, вот, такой ситуация при Бакиеве, когда все ресурсы забирались, да, в определенный карман, скажем так. Вот. И это усугубило ситуацию. Но, ну, не демократические процедуры. Здесь как раз-то именно отсутствие демократических процедур в процессе принятия решения сыграли такую роль. Почему вот власть не смогла никак противостоять, противодействовать вот той ваханалии, которая была потом? Ну, вы знаете, это очень сильно напоминает мне вот, когда Горбачев говорил одно и делал другое, да. Также у меня такое ощущение, что временная прорезь то же самое делала. То есть они говорили вроде как демократии, но в то же время политическим партиям, которые были на юге, да, ходу-то как такового они не давали. Насколько я знаю, на юге были партии, которые представляли, по-моему, интерес узбекской. Это партия Родина. Вот, то есть они были, но надо было тогда работать с партийными институтами, да. Если они планируют работать как парламентская форма управления, значит, им нужно было работать с партиями, да. Это основной инструмент парламентской системы. Здесь же, получается, они абсолютно обращались непонятно кому. К кому они обращались, да, неизвестно. То есть посыл был, да, давайте демократии, всем дали возможность. Но когда они озвучили свои позиции, временная прорезь оказалась не готова их принимать, потому что нет инструмента, да. Партии они не принимают. То есть они же не включили никакой список, насколько я знаю, там абсолютно с ними не работали. То есть надо было, на самом деле, изначально уже работать с партиями. С теми партиями, которые представляют тот регион, и с теми партиями, которые представляют те или иные интересы, да. Понятно, что юг Кыргызстана, это там очень много социальных групп, социальных слоев. Мы знаем, что в Кыргызстане огромное количество политических партий, которые представляют разные социальные слои, да, там, этнические группы. То есть временно, плюс, надо было прежде всего работать с этими партиями. Участники вот этих переговоров не были четко определены. То есть были, видимо, взяты какие-то конкретные группы, а других они исключили, да, и не все оказались представленными. И самое главное, мне кажется, что власть оказалась не готова к этническим претензиям, потому что у них стояла двоякая ситуация. То есть каргызы, как бы их интересы нужно защищать, в то же время есть узбекские, да, группы, которые тоже представляют свои интересы. И элит, вот скажем так, временно, плюс оказалось не в состоянии разделить, скажем, себя поднять на уровень государственных интересов, отделиться от этнических интересов и занять вот такую позицию. И они, вот это колебание, в принципе, и отношение потом к результатам национальных комиссий, ну вот этих вот комиссий, результатов международных даже отчетов, показывают, что все-таки правительство, да, оно не совсем дистанцировано от этнических интересов. Мне кажется, это вот сыграло, что они не знали, они колебались, то ли кыргызов поддерживать, а тут узбеки их как бы тоже надо поддерживать, вроде мы же демократию строим. И вот это колебание, вот этот период колебания как раз-то и сыграл свою роль, что уже другие активные силы, ну силы взяли власть в свои руки. Вы согласны с тем, что на всех уровнях, исполнительной власти, местной власти, шло все-таки вот это вот разделение на кыргызов, узбеков, и пыталась власть учитывать это, но вместо учитывания, наоборот, получилось, что пошло разделение. Это же как бы отложенная трагедия по бывшему счету, потому что ровно за 20 лет, почти день в день, в 90-м году, да, мы все это прекрасно еще при Советском Союзе получается, да, произошли те самые узбеки и вожеские события, да, за 20 лет, которые от этих событий, а там тоже же и чудовищные жертвы, и, ну, страшно, да, вот, и вот за вот эти 20 лет не было сделано абсолютно ничего для того, чтобы каким-то образом вот эту вот эту трагедию, каким-то образом сделать национальной трагедии, то есть сделать ее, извиняюсь, день памяти, да, какой-то мемориал поставить, вот за него какие-то процедуры проводить, да, там, то есть раз в год, предположим, класть венки, организовать день там народного единства какой-то, ну, я совершенно сейчас говорю такие вещи очевидные, да, но этого было сделано, сделано не было, то есть наоборот, предпочли они такой вариант, что, а вот забудут, и как бы вот этого не будет, на самом деле такие вещи не забываются, тем более в таком месте, как Ферганская долина, где все равно в любом случае останутся и узбеки, и таджики, и там же будут жить, и киргизы, и там же будут жить турки, мисхитинцы, они никуда не денутся, они там будут жить, и между ними вот эти вот какие-то противоречия на бытовом уровне, на каком-то бизнес-уровне, да, они все равно будут, они в любом, никуда мы не денемся, это жизнь, правильно? Но вот этого какого-то государственного вмешательства, государственной какой-то вот такой вот политики не было сделано, такое вот замораживание конфликта, оно конфликт не включает, оно его наоборот усиливает где-то, и для любого внешнего эксперта какое-то мультикультурное общество, оно потенциально, да, считается опасным, да, вот именно конфликтным, то, что этот вот конфликт, он как тлел, так он и тлеет. Ну, сейчас, конечно, да, появился у них монумент, плачущий матери воши, очень, кстати, такой производит серьезное впечатление, его воздвигли в 11-м году, красивый монумент, но все равно вот какую-то такую системную работу в этом направлении государство не вело, никогда. И когда у нас возникает революционная ситуация, а это в любом случае слом отношений, это в любом случае очень серьезный шок и для бизнеса, и для социальной сферы, и для государственных служащих, ну, тут как бы тут никуда не деться. Когда начинается вот такое вот плавающее безвластие какое-то после, постреволюционное, а это, я так понимаю, как историю понятно должно быть, что после любой революции такой вот вакуум власти он существует. Вот в этом вакууме начинают всплывать криминальные элементы. Получается, нет межэтнических связей, которые бы укрепляли представителей разных этнических групп, сплачивали их в одно какое-то цельное гражданское общество. Совершенно согласен. И получается, что вот возьмем даже вот сарагашские события, да, в Казахстане, ведь бытовой конфликт, а на основе вырос в огромный этнический конфликт между двумя селами. У нас есть второй сюжет, он связан с сарагашем. 30-летний житель села Антамак Бахаджан Артыков был убит в соседнем селе Жунтубе 3 февраля. На следующий день похоронен. По словам местных жителей, погибший парень стал жертвой конфликта, возникшего в связи с теплицей, отданной им в аренду. Молодые казахи, проживающие в селах Антамак и Бустандык, 5 февраля стали громить имущество, принадлежащее этническим таджикам. Бахрам Абдулаев, местный житель, в беседе с репортером Азатыка рассказал о том, как начались события. По его словам, в 6 часов 15 минут вечера 5 февраля группа молодых парней начала бросать камни в его машину, разбили несколько стекол. Адильжан Хасанов – один из этнических таджиков в селе Антамак, чей дом был сожжен. Он круглый год работает в теплице и возит продавать урожай в северные регионы Казахстана. Сейчас он остался без дома, без машин. По словам местных жителей, нападавшие молодые люди разделились на несколько групп и поджигали дома таджиков в разных концах села. Мария М. Калжигитова говорит, что она взяла с собой детей и спряталась в другом доме. По ее словам, помимо ее дома сгорело еще три соседних дома. Оттуда уже мы увидели, пожар идет. Видно нашу улицу. Ну сюда мы прибежали, смотрим, машина горит. Вот здесь соседский дом горит, один, второй, третий дом горит. Мы кинулись, наши окна все перебиты были, занавеска начала гореть. Пацаны, мои сыновья, сразу затушили. Младший сын хотел затушить руками машину. В шоке все были, перепуганные. Мария М. проживает семьями трех своих сыновей. Они живут за счет бахчеводства. Эти люди потерпели большие убытки. Таджикские семьи в селе Антымак, чье имущество пострадало, считают, что из-за преступления одного человека не должен был пострадать целый народ. Понятие этнических взаимоотношений у нас строится всегда, есть идеология. Да, вот помните, у нас был национальный характер, мы изучали, что каждая этническая группа есть, да. Потом мы говорили, что есть понятие там отсталые группы, народы этнические, есть кто-то более развитые. То есть вот эта идеология, она была построена именно на, скажем, более очерчивание этнических параметров. И когда вот такая позиция, мы, скажем, жили вот в такой системе, где существует иерархия между этническими группами, конечно, она сыграла свою роль, да. Потому что в период независимости, естественно, когда мы обрели, ну, оказались в полиэтнических государствах, нету старшего брата, нет некого центра, который регулирует, да, является неким третийской судьей, да, во всех конфликтах. Никого нету. И здесь, получается, начинается новый разбор статусов, да, идет борьба за статус. Кто главнее, кто здесь. Казахи, например, в данном случае считают, что это их страна, и они имеют право, скажем, диктовать условия, правила. И любой человек, который виноват, не виноват, да, вмешивается вот в эту структуру, они тут же отвечают. И мне кажется, что вот эта самая главная проблема в идеологии, как у нас заложена. То есть пока мы будем относиться к такому, что есть разные этнические группы, кто-то умнее, кто-то мудрее, кто-то там богаче, кто-то нищий там, да, вот пока вот такая позиция у нас будет существовать, межэтнические конфликты на постсоветском пространстве, они будут происходить всегда. Любой бытовой конфликт, он будет к этому касаться. Если власть четко скажет, что мы все равны, мы строим единое гражданское общество, что от усилий каждого и каждый ценим, и к какой-то этнической группе не относишься, но мы все создаем единую страну, то, казалось бы, да, это такой простой, наиболее... Но власть именно это и говорит все время? Нет, в Казахстане... Это говорит, что у нас есть только граждане, этнических меньшинств, диаспор у нас нет. Поэтому у нас нет ни одного закона, там, говорящих об этнических меньшинствах, или там, этническое большинство, или диаспора, да. Есть понятие только граждане республики. В то же время у нас есть Ассамблеи народов Казахстана, где, опять же, только девять представителей, этнических групп имеют право участвовать во власти, да. Кроме того, вот этот принцип этнического представительства ни в одном законе не учтен. Политические партии создавать на этнической основе нельзя, да. То есть разный сигнал посылаем. Посылаем, что мы все граждане страны, но в то же время власть говорит, у нас есть Ассамблеи народов. То есть все-таки мы, казахи, это политическая нация, а вы остальные вот только при нас, да. Пока вот это вот не будет единой политики, да, вот такие ситуации будут случаться. Люди по-разному, эти сигналы противоречивые понимают, те же казахи. Они понимают, что да, вроде как бы мы все равны, но это же наша территория, и Назарбаев нас поддержит, потому что он тоже казах, да. И они с этой точки зрения действуют. Если бы власть четко сказала, нет, я не буду вас поддерживать только потому, что вы казахи, да, потому что вы нарушаете закон, вот тогда другой, понимаете, любой этнический конфликт, если возьмете на постсоветском или даже в Казахстане, да, когда есть участники казахи, всегда, скажем так, административные нарушения получают другие представители других этнических групп. Казахи очень редко, да, оказываются там, хотя они даже, может, и участвуют в этих... То есть это такая же ситуация, как сложилась в Оше, когда каргызов пострадало меньше, вот через судебные процессы, а узбеки пострадали больше? Такая же ситуация и очень часто в Казахстане происходит. Очень часто после этих международных конфликтов страдают там те, которые не принадлежат, ну, как коренной нации, да. Вот здесь должно быть равное. Конечно, нельзя говорить, что вот казахи там и в данном случае таджики, да, конфликт произошел, и что они равны, должно там, есть казахов, есть там таджиков, должны быть арестованы, да. Нет, речь не об этом идет, а речь идет о конкретных там виновниках, да. А у нас получается, что не всегда вот эта процедура, она ясна, как это происходит. Конечно, у нас есть очень такой инструмент, как национально-культурный центр, их лидеры, и зачастую через них оказывается влияние, и эти конфликты, скажем, держатся на контроле. Но все-таки мне кажется, что пока власть не даст один сигнал и будет этого придерживаться, вот эти конфликты этнические, они будут вспыхивать на любой почве. Как Вы, Данил, считаете? Ну, на мой взгляд, что касается конфликтов Сырогаши, да, вот если опять-таки проводить аналогии с Ошскими событиями 90-го года и 90-го года, ведь та же самая ситуация, 99% населения страны о том, что были какие-то Сырогашские события, даже не в курсе. То есть, по большому счету, та же самая тактика, которая использовалась при замалчивании Ошских событий, там, забыли и все, да, которые привели потом к 2010-му году, да. Сейчас в Сырогаши об этом никто не знает, и точно так же сделан вид, что ничего не произошло, и все ходят и улыбаются, да. Но на самом-то деле все, ну, как тлело, так и тлеет, и предпосылки для возникновения очередного какого-то конфликта на этой же почве, да, они никуда не делись, они остались. Вспомните конфликты в Маловодном под Алматой, да, ну, то есть, когда с токами там были, и, по-моему, он был не один, да, их было несколько таких конфликтов. Да, и в Алматинской области такие конфликты были. То есть, потом был конфликт в Шингельдыпе. Мы, как бы, да, коренные, скажем, представители, да, вот на этой стране, и, соответственно, мы больше несем ответственность. Если мы здесь хозяева, хозяева не ведут себя так, они не давят, они не... Если ты хозяин, ты должен относиться, вот, как, скажем так, дружелюбно, я так считаю, что лидерская, если ты хочешь быть лидером в этой стране, ну, скажем так, среди этнических групп, ты должен поступать по-другому. Лидер не только давит, да, лидеры ухаживают, заботятся и стараются, что всем здесь было хорошо. Вот мне кажется, вот эта позиция лидерская должна доминировать у казахов. То есть казахи свой статус должны не через силу, не через, скажем, унижение, да, не через какие-то вещи доказывать свое лидерское качество. Свою лидерское они должны по-другому преподносить, да, и тогда, возможно, вот таких конфликтов не будет. Ну, вот то, что вы говорите, это же просвещение, знание. Это значит, государство должно разворачивать целую программу по знанию людьми, по праву человека, умение защитить свое достоинство, свою честь, уважение, уважение к другому, когда ты уважаешь себя. И получаются такие простые базовые вещи, как написать жалобу, исквое заявление в суд. Вот это все-все базовые вещи, которые дают практику, она не изучается в нашей стране. Абсолютно, да. И еще один момент. Почему наши власти в сарагашских событиях сразу же выключили интернет? Почему же на Узене они сразу выключили интернет, выключили соцсвязь? Пока это все конфликт зреет, мы еще не научились, скажем так, эффективно или, ну, скажем, нормально реагировать на такие конфликты. У нас народ сразу эмоционально. И я представляю, если бы сейчас там уже не заглушили, то представляете, какая толпа там вокруг сел, и этот конфликт бы разошелся территориально. Поэтому с этой точки зрения я понимаю, почему они заглушили. Но потом, когда они закрыли, это уже неправильно. Наоборот, надо было наиболее сделать его открытым. В любом случае, вот эта идентификация социальная, свой-чужой, она все равно будет присутствовать при самом замечательном развитии местного самоуправления. Хоть в Швейцарии, хоть в Финляндии, хоть где угодно. Там все равно есть свои, есть чужие, да? И вот те, которые живут в Ваше, киргизы, таджики, узбеки, турки, месхитинцы, кто там только не живет, да? Вот они местные, да? Они свои, хоть как. А вот тогда приходит кто-нибудь из... Ну, в том-то и дело, что... Это уже чужой, да? В Ваше-то как раз-то и были свои. Вот в том-то и дело, что в Ваше куча случаев того, как узбеки спасали киргизов, и киргизы спасали узбеков. И в один голос все кричат, что те, которые нас убивали, те, которые вот эту вот резню производили, это были какие-то чужие киргизы. То есть это вот... Нет, это я дословно... Словен заговор. Это я дословно цитирую фразу из отчета. Чужие киргизы нас били. То есть это были какие-то спортивные виды ребята, да, как обычно. То есть тут скрывать-то нечего, по большому счету, как я уже говорил до этого. Авторитет зиждется там на количестве бойцов, которые каждый авторитет может выставить. Там этот криминал, он хорошо такой впечатан в ихнюю жизнь. И те спортивные борцовские клубы, вот приезжает сельский паренек, вошь, ну что ему делать в своей деревне, да, в своей мауле. Он приезжает, вошь, как и у нас, в Казахстане уже то же самое происходит. Ребята из сельских приезжают куда? В города, да, они здесь чужие, по большому счету. Да, социально адаптация тяжелого видения. То же самое, да, вот именно вот этих социальных лифтов для сельского населения, для, ну не местных, скажем так, да, она же отсутствует, по большому счету. И там она отсутствует. И безработица. И безработица. И куча социальных проблем вот именно у этого слоя населения. Они элементарно криминализируются. И моментально это делается. И, собственно говоря, вот этот конфликт, вот это были те самые дрова, которые разжигали этот конфликт. Начало лавушских событий. Вот давайте посмотрим. Все эти дни, последние дни, шло нарастание этнических конфликтов. Но никто не был наказан за предыдущие вот эти столкновения. И получается, что это пошло по нарастающей. Следующий момент. Какие директивы вот уже к часу ночи отправляет Аким города Мелес-Марзакматов? Он сообщает в временном правительстве в главе, что убито 40 человек, что большинство из них это киргизы, что 300 человек взяты в заложники в общежитии, которые стекла разбили, молодые ребята узбеки, которые кидали камни. Но когда стали выяснять вот эти комиссии, которые работали там, то они пришли к поводу, что, во-первых, они не зашли в общежитие. Да, они кидали камни, да, они там провоцировали, крики и так далее. Но они не зашли в общежитие, заложники не было, не брали. Убитых к тому моменту еще не было. И получается, что идет дезинформация со стороны самой власти. И получается, что они получают санкцию на силовые варианты, силовые действия. И вот как раз первая стрельба, она наоборот привела к взрыву. И получается, что ошибка властей была в том, что они сами не владели ситуацией. Насколько у них есть вот эти предстоятельства в этих этнических группах? Насколько они могут влиять на ситуацию? Ну, если говорить про Казахстан, мы видим, что у нас власть очень реагирует быстро. То есть она сначала блокирует все возможности, и потом внутри уже разбираются с ситуацией. И, естественно, самую первую очередь, что они договариваются, они не напрямую идут, скажем, этническим группам, они через лидеров, там, села или там, находят авторитетных людей и с ними работают. Вот в этом плане, да, то есть власть наша действует очень. Мы видели даже Жан-Аузень, как они оккупировались. То есть заблокировали, все, и туда никто не мог проехать, никто не владел ситуацией, никто не знал, что там происходит. А там уже внутри разбирались. Вот я думаю, вот в Сарагаши тоже так же было. Они заблокировали, и, по-моему, в Алматинской области так же было, да. Никакой информации не было, они просто пришли, скажем, заблокировали, начали уже там работать, да, с тем, что уже происходит. Вот, возможно, это эффективно, это только внешняя локализация, ну, этого, скажем. Но дальнейшей работы нету. То есть они договорились с руководителями там национальных НКЦ, да, либо же с лидерами вот тех или иных этнических групп. С ними договорились, все, они там выплатили, да, там пострадавшим. На этом все. Но конфликт дальше не происходит, ну, разрешение этого конфликта не происходит. Вот эта сторона у нас плохая. То есть начальная стадия, как бы, нормальная, вроде бы, как бы, идет. То есть, получается, идет силовой вариант, что загасили всех. Да, да. А потом оставшиеся люди, которые боятся и ненавидят эту власть. Да, да. Получилось, что реабилитации нет. Нету. А дальше разрешение конфликта, что же там на самом деле происходило, давайте все разберемся, этого нету. Вот с этой точки зрения, когда первые, вот, они блокируют, это, я понимаю, самое главное, не принимать силовых методов. Как это уже на Узене, да, было, чтобы не расстреливали народ. Вот это вот самое плохое, чтобы сами правоохранительные органы не расстреливали народ. Вот это надо, чтобы законодательно было закреплено. Можно же использовать там воду, еще что-то, да. Это можно остушать. Милетальное оружие, да. Да. Так и делают в Европе тоже. Если вы видите, они тоже быстро, скажем так, в круг берут или как-то, да, там, ну, используют там водометы, но не стреляют, да, но не стреляют, собственно, народ, как это у нас происходит. Поэтому вот это должно быть. Но дальнейшие шаги неэффективны у нашей власти. Надо, мне кажется, уже раскрывать, понимать, кто виноват, кто прав, из чего конфликт произошел, и разбирать уже, да, не так, чтобы вот лидеры между собой договаривались, откуп друг другу дали, там кто-то заплатил, и все, и тишина. Лучше, видите, ситуация такая, что правоохранительные органы вообще не владели ситуацией. Они даже вот, если почитать отчеты международных, да, вот, комиссий, так они избирательно как-то подходили, то они здесь там появлялись, то здесь какой-то единой стратегии действий у них не было. То есть они в одном месте как-то так, в одном месте, наоборот, люди в интервью говорили, что они убежали, да, испугались. Конечно, когда они видят, как власть боится, естественно, еще большую эмоциональную составляющую усиливается. Тут, по большому счету, вообще нельзя сравнивать, если честно. Не совсем корректно это сравнение. Вот, когда мы говорим о больших событиях, и говорим о том, что, ну, как вот вы только что нам рассказывали, что Мурзахматов, он просто врал, да? Он просто, как бы, рассказывал какую-то сказку для того, чтобы ему дали санкции на использование силы. Почему? Опять я хочу вернуться к криминальности Юга в целом, да, и к криминальности южных авторитетов в целом, да? Здесь просто, на мой взгляд, элементарное желание половить рыбу в мутной воде, учитывая колоссальные потоки, которые идут через долину. И власть над долиной, она дает очень хорошие, как бы, возможности для каких-то дальнейших движений. И этого нельзя сбрасывать со счета. То есть здесь можно вполне, именно такой вот криминальный, более, путь. А он возможен только тогда, когда власть слаба. Власть была абсолютно слаба в тот момент. В Казахстане власть у нас слабой назвать нельзя. Ну, вы знаете, я здесь немножко не соглашусь в плане отчета. Вы знаете, когда-то конфликт происходит, дезинформация происходит очень много. И утверждать, что он специально это делает, я, например, так не могу. Видимо, действительно у него была такая информация. А ему нужны были ресурсы для того, чтобы решить этот конфликт. И он пошел, исходя из этого. Поэтому я сейчас не могу говорить, что он намеренно дезинформировал власть. То есть вообще в таких этнических конфликтах всегда очень важно владеть информацией. Владеть, да. Чтобы владели информацией из разных источников. Ну, мне кажется, что надо владеть информацией, где какие конфликты происходят. Ну, скажем, территориально, да, для того, чтобы узнать, как управлять ими. Но не так, чтобы там 40 человек там участвуют или 50 человек. Это не важно в данном случае. Важно, что идет конфликт. Вот смотрите, есть так называемая, как она называется, европейская система. Да, но это американцы очень часто используют тоже. Это американская система больше, наверное, даже, да. У них есть ситуационные кейсы. То есть какие-то возможности, да, вот они описываются в каких-то ситуационных кейсах. И в случае возникновения какого-то ситуации какой-то, да, вот этот кейс скрывается. И в нем есть очень четкие, подробные, пошаговые инструкции, что нужно делать в такой или иной ситуации. Причем в развитии ситуации сразу же образуется штаб. То есть это процедура. Это закреплено на законодательном уровне. Это закреплено на профессиональном уровне. То есть люди, которые занимаются городским управлением, предположим, да, или управлением штата, они вот это вот, они этому учатся. У нас этого нет. У нас каждый раз любая ситуация, это как шок, это как гром среди ясного неба. Это землетрясение. Но МЧС наш тоже научился хорошо реагировать, я вот тоже недавно. Если МЧС умеет реагировать, почему не умеет реагировать Экимат? Это работа Экимата, это исполнительная власть. Если в моем, скажем, населенном пункте возникает вот такой конфликт, у меня должен быть ситуационный кейс на такой случай, правильно? Да, исходя из Ожских событий, наверное, все-таки надо обращать на социально-экономическую сторону. Особенно в тех регионах, ведь у нас развивается только Алмата и Астана. И это показывается, как будто весь Казахстан. На самом деле это не так. И мы, конечно, несколько высоко смотрим на Кыргызстан, что якобы мы там богаче и так далее. На самом деле выйти из Алматы, такая же ситуация, как в Кыргызстане. Не лучше, в сельских местностях еще хуже. Поэтому пока мы будем красоваться, какая у нас красивая Астана, другие регионы будут нищенствовать, и такие конфликты будут происходить очень быстро. Ну, а я хочу просто повторить еще раз мысль, я ее уже высказывал. Любое мультикультурное общество, оно потенциально является взрывоопасным в свою фазу. Тогда я опять вернусь к самому вопросу. Возможно ли построение гражданского общества в Казахстане и Кыргызстане? Или же все-таки лучше двигаться больше этническим? В Казахстане уже есть самостоятельного развития, это гражданского сознания. И я это вижу, это хорошо. Я вижу, что точечно, но регионы тоже у нас идут. Развитие Павлодар, например, на мой взгляд, неплохо в этом плане двигается. Поэтому северные регионы у нас двигаются неплохо, там что-то происходит. Вот в южных регионах, конечно, сложно. Ну, я за гражданское общество, конечно. Ну, а на мой взгляд, опять-таки, в много мультиэтничном Казахстане этническое общество построить просто невозможно. То есть это сказки. И здесь у нас другого просто пути нет. Здесь нужно двигаться только гражданским. То есть мы события будем рассматривать не сквозь призму этничности, да? А чисто с точки зрения своего права, да? Что я хочу. Вот тогда, возможно, это изменится. При этом, как бы, национализм, он никуда не денется. Государство образующее, да? Нация образующая национализм. Это будет, да, и это надо учитывать. Но при этом, как бы, гражданская часть, да, она должна выходить все-таки на более передовые какие-то позиции первые. Мы сегодня заканчиваем нашу передачу. Она была посвящена урокам мужских трагических событий. И мы надеемся, что многие из вас какие-то моменты поддержат, и кто-то из вас что-то добавит свое. И мы ждем ваших продолжений дискуссии, ваших предложений, ваших комментариев на Азатык. Всего доброго. До встречи.